Сегодня у нас будет лекция про прерывания и про сигналы. Это на самом деле не особо связанные между собой вещи. Они родственные, но не связанные. Соответственно, первую половину лекции мы будем обсуждать прерывания. Прерывания я подготовил лучше, сигналы хуже. Соответственно, мануал можно прочитать вместе. Начнем с прерываний. Что это такое? Зачем это нужно? По целому ряду причин нужно прерывания. В первую очередь, оригинальные прерывания появились для того, чтобы получать информацию от устройств, от сигнала устройств. То есть был X86 компьютер, процессор. К нему подделывался так называемый пик. Называется Programal Interrupt Controller. Вот. К нему подключались устройства. Самый классический пример, который приводит обычно, это таймер. Таймер это такая тиколка, которая с какой-то конкретной частотой присылает прерывание сигнала. Произошел новый тик, произошел новый тик, произошел новый тик. Вот так. Вот. Соответственно, этот пик, это буквально был чип на платье. Вот. Вот эта штука, это был самый настоящий провод, в общем-то. Присоединялся к этому пику. Этот пик отправлял в специальный разъем в процессоре сигнал. Вот. Он назывался прерыванием. Вот. Этот сигнал кодировался числом. Поскольку эта штука была, по-моему, 5-битная, число было от 0 до 31 О. Вот. Соответственно, ответственность процессора была в том, чтобы это дело, об этом деле уведомить, в общем-то, софт, который бежит на компьютере, да, с ПО. Вот. Для этого была специальная машинерия. Она, в общем-то, в этом в каком-то виде сохранилась в Linux до наших дней. Она называется обработчики прерываний. То есть, как только у вас от пика приходит некий сигнал в процессор, выполняется поиск по так называемой таблице прерываний. Я не помню, как она раньше называлась. Ну, пусть она будет претензий, да, interrupt table. Это таблица, в которых фактически изначально хранились поинтеры на функции. Вот. То есть, если тут у нас 32 значения, соответственно, таблица тоже была проиндексирована от 0 до 31 О. Это такой массив был. Вот. N-ный элемент этой таблицы указывал на некий обработчик, который был ответственен за то, чтобы обработать данное прерывание. То есть, если мы говорим, например, о таймере, то таймер должен был обновить всякие переменные, которые в DOS или где-то в каком-то древних операционных системах были, чтобы обновить системное время. Например. Вот. Можно было повесить свой обработчик. То есть, тут возможно было подцепить спочку хендеров. Вот. То есть, человек, если хочет получать уведомление от таймера, просто вешал дополнительный обработчик и получал, в общем-то, уведомление. Так. Во что это выродилось сейчас? То есть, эти 32 элемента в таблице, они так и остались. Они зафиксированы Intel. Ну, я сейчас говорю про x86, конечно, архитектуру, а в других все равно по-другому. Вот. Эти 32 элемента так и остались. Зафиксированными. Но таблица была расширена. Ты рассказывал что-нибудь про защищенный режим? Чего, наверное, не помню. Короче, в какой-то момент, где-то там на стыке, где-то в районе 95-го года, плюс-минус, Intel ввел специальный новый режим, который называется защищенный. То есть, процессор умеет работать де-факто в трех режимах. Но два основных. Это real-time mode. Real-time mode. Второй – protect mode. То есть, когда компьютер включается только, он работает в реальном режиме. Там очень примитивная сегментация, мало защиты, вот этих колец, ничего такого нету, просто молотилка такая. В этом режиме как раз работают все DOS, Windows 3.11, Windows 95, они все работают в реальном режиме. А защищенный режим – продвинутая штука, в которой добавлена безопасность и прочее, и прочее. Так вот, среди прочего, тогда добавлена более широкая поддержка прерываний. То есть, тут эта таблица в защищенном режиме, она уже 255-байтовое значение. При том, что 31-31 байт, ой, господи, первые 32 значения в этой таблице так и остались, сохранили свое значение, просто добавили еще новое. Вот, так вот зачем нужны прерывания? Помимо того, то есть, самое главное – это получать информацию от устройства синхронно, да? Пример – первый таймер. Второй пример – к нам пришел сетевой пакет. Третий пример – мы закончили читать сектор с диска и так далее и тому подобное. Вместо того, чтобы сидеть и ждать, когда у нас какой-нибудь флаг в контроллере флипнется, мы просто вешаем и ждем, когда нам придет прерывание, о том, что что-то в устройстве случилось. Что-то случилось, мы начинаем там разбираться. Сломалось оно или закончилась запись, или еще что-то. Вот. Что еще? Нужно всякие ошибки искать, да? Сигнализировать о всяких ошибках. Вот. Соответственно, нужно как-то ловить всякие ошибки от приложения. Самая распространенная ошибка – это является ошибка деления на ноль. Ну, такая самая попсовая, да? То есть, когда делаем… Выполняем инструкцию iDiff, iDiff и делитель равен нулю, вызывается прерывание с номером ноль. Вот. Нулевой элемент в этой табличке отвечает за деление на ноль. Довольно много терминов, которые используются для прерывания. Тут они перечислены, несколько из них. Это interrupt, это уже прерывание, exception, traps. Traps – это в терминологии интелла, вот когда мы говорим уже о векторах прерывания, они там используют trap. Мы их использовать не будем. У нас две основные вещи. Одна interrupt, другая exception. Interrupt – то, что приходит от устройства синхронно. Exception – это то, что все синхронно. Понятно, да? То есть, когда к нам приходит interrupt, у нас нет ни контекста, ничего. Нас просто дернули, разбудили среди ночи, говорят, обрабатываем. А в случае exception у нас есть контекст. Мы поделили на ноль, мы абсолютно знаем, точно знаем, кто поделил на ноль, из какого дела процесса произошло и прочее, прочее. То есть, это немного… Они похожи, но это, в общем-то, разные вещи, и у них разная информация доступна. Да, вот я тут, в общем-то, все это перечислил. А, вот еще нужно сказать, помимо деления на ноль, есть еще служебные прерывания. Есть специальная инструкция, которая позволяет вызывать прерывания. В интелской архитектуре она называется INT. Инту передается число. Это вызов софтерного прерывания. Ну, самое популярное прерывание… Наверное, у меня там дальше это написано. Нет, не написано. Ну, ладно. Самое популярное прерывание на Линуксе – это прерывание номер 128. Это вызов, это системный вызов. Влад, наверное, рассказывал про системный вызов. Шикарно. Вот, это такой самый главный… Да, вот, еще и можно будет начать через важных ядерных адресов. Ну, это прерывание мало. Наверное, не прерывание. Да, короче, есть две инструкции. Посток, поскольку INT 80. Ну, понятно, что системных вызовов в программе очень много, да? Открыть файл – системный вызов. Прочитать байт – системный вызов. Отправить пакет – системный вызов. Может быть, там, тысячи, десятки тысяч в секунду. Вот, соответственно, чтобы… Эта инструкция кодируется двумя байтами. Два байта. Это неудобно, потому что два байта. Соответственно, в каком-то там году, не помню, в 2005-м, Intel придумал для него синоним – однобайтовый. Инструкция называется C-Center. Делает то же самое. C-Center. Вызывает прерывание. Да, не все прерывания можно вызывать из юзер-мода. Ну, Влад, наверное, рассказывал уже. Да, у нас есть несколько колец защиты. Есть нулевое, где сидит ядро. Есть третий, да? Два всего два. Два? Чего? Да. Нет. Нет, это в Linux их два, а их вообще много. Да нет, про Linux-устанции. Да нет, там… Нет, я про Intel. Короче, давайте возьмем Intel, короче, значит, Intel. Вот. В Intel всего четыре кольца защиты. Нулевое – самое большое, треть – самое маленькое. Вот. Ring 3, Ring 0 и Ring 3. Вот. Соответственно, не все прерывания можно вызвать отсюда. Есть прерывание или exception, называется page fold, да? Page fold. По-моему, с номером 14. Мне кажется, это все есть на слайдах, но я не помню уже. Вот. Его нельзя вызвать из юзер-мода. Если вы пытаетесь вызвать прерывание с таким номером, по-моему, у него номер 14, вместо этого вызовется прерывание GP. Первое – General Protection Fold. Вот. Соответственно, посыл основной в том, что не всякое прерывание… У прерывания есть тоже привилегии. Мы не можем взять любое прерывание и вызвать из внешнего кольца. Кстати, не знаю, Влад говорил или нет, но все четыре уровня использовал так называемую операционную систему OS 2. Вот, из которой в конечном итоге выродился Windows NT в какой-то момент. Linux использует только два. А здесь жили драйверы нескольких сортов вот в этих кольцах. Так, пойдемте дальше. Вот, синхронное прерывание. Ну, на самом деле, я сначала нарисовал этот пример, а потом подумал, короче. Пример неправильный. В чем он неправильный? Смотрите, если у нас x равен нулю, то есть у нас выполнена такая инструкция. То есть у нас есть возможность, то есть если мы находимся в режиме ядра, ничего нам не мешает взять и в качестве обработчика, вот эта наша табличка, нулевое прерывание, повесить сюда, как он там называется, Handle DivZero, ничего не мешает повесить сюда вот такой код, вроде бы, да. Но надо помнить о том, что вот это деление, вот это, ну, если оно целочисленное, это инструкция ID, то у этой инструкции делитель, он всегда хранится в регистре. Соответственно, что это означает? Это означает, что исправить значение, которое здесь фигурирует в качестве делителя, просто не получится из кернового мода. Что-то у тебя контекст сохраняется перед тем, как ты переходишь в прерывание. Ну, ты бы поменял, вернулся обратно, у тебя тот же ноль. То есть пример, короче, неправильный. Но он показывает, в общем-то, попытку того, чего я хотел сказать, что вот, значит, есть у нас всякие прерывания, их можно переопределять в ядре. Пойдемте дальше. Это вот было синхронное прерывание, оно же исключение. Теперь синхронное прерывание. Вот что это такое. Примитивная картинка, откуда-то она скопирована. Значит, у нас есть user space, есть kernel space. Вот, соответственно, какие-то там печати, распечати. И вот в какой-то момент у нас может случиться дисковое прерывание. То есть основной посыл этой картинки в том, что у нас даже если есть контекст, а он есть, то есть нас когда прервали, машина что-то, скорее всего, делала, да, она, возможно, исполняла юзерский процесс. То есть прерывание будет... Ты про стек говорил что-нибудь? Про kernel stack? Про kernel stack. Ну, в общем, когда вы переходите в режим ядра, то фактически стек процесса, который прервался при переходе в ядро, он как бы сохраняется. Вот, так что нельзя сказать, что контекста нет совсем. Но когда у вас прерывание асинхронное, этот стек никак не связан с самим прерыванием. Это просто, в общем-то, случайность. Все что угодно может оказаться, вплоть до kernel thread. В процессной? В виде дроби с процессного обработчика не даст в свой текст задействия. Не-не-не-не-не. В процессе, смотри, в юзерленде, в принципе, нельзя обрабатывать прерывание. Все, партибит. Ты на текаре даже можешь еще? Нет. Ни в коем случае. Нет, сигналы, я не знаю. Ганабишь меня, когда я до сигналов до этого. Так, значит, уже было сказано, что инструкция int имеет единственный аргумент. Это число, единственный байт. Это номер прерывания, который вызывается. 14 это pageFold. И эта чиселка является индексом в табличке прерываний. Вот что она из себя представляет, эта таблица сейчас. То есть, как я уже говорил, первые 32 значения этой таблицы, они зарезервированы. Все остальное можно конфигурировать в зависимости от того, как операционная система хочет. Ну, на Linux у нас важное отличие, ну, не важное отличие, а важная особенность, что на Linux 0x80 очень явно используется, очень интенсивно. Это вход фактически в операционную систему. Для Windows то же самое. Аналог это 0x2e. Там, на самом деле, насколько я помню, там два входа. Один для обычных, один для обычных сисколов, а второй для гуевых. И там их заметно больше, видов сисколов. Гуевых. Гуи. Да, там отдельный, короче. Там 350 обычных сисколов, очень столько же для гуи. Клянусь. Ну, там, типа, нарисуй круг, я так понимаю. Я не смотрел, сам не глядывался. Ну да, типа, сисколов, это же операционная система. Ты не можешь оторвать, насколько я понимаю, от операционной системы гуевых. Это не иксы, которые там где-то крутятся рядом, чуть ли не как приложение. Вот. В линдусе все по-другому. Так. Вот здесь вот приведен список прерываний. Есть такой сайт. Я, если кому-то будет... Чего? Нет, это движок только в Википедии. Сейчас. Я его обязательно тут сейчас напечатаю. Он называется osdev.org. Ну и там Вики, что ли. Вот. Там куча всякой информации для девелоперов операционных систем. В частности, есть вот такая штука. Это список прерываний для x86. Первые 32 штуки. Ну, как я уже говорил, видите, тут первый номер. Это деление на ноль. Вот. Номер один – это дебаг. Ты как дебаггер работает рассказывал? Я, вроде как, еще говорю, я говорю про отладчик. Ну, как отладчик работает, говорил, что сейчас прерывания работает? Я его показывал, что это используется, но не говорю, как он работает. А, понятно. Ну, короче, дебаггер работает так. Берется бинарный код. Вот. То есть там какие-то инструкции, инструкции, там, не знаю, XOR, EAD, кто там, LOD, MOVE какой-нибудь, да? Всполняется, исполняется, исполняется. Вы хотите тут брехоин поставить. Что вы делаете? Берете сюда, вставляете инструкцию, IND3. Вот. Как только процессор ее встречает, он вызывает соответствующее исключение. И вам возвращается программа управления. В общем-то, это возможность притормозить программу. Другой возможности нет. Ну, кроме того, что по инструкции с инструкцией. Все так дебаггер работает. Вот. Ну, или они интерпретируют инструкцию. Меняют фору. Да. Ну, не заменяют, может, они вставляют как-то туда. Наверное, вставляют. И значит, это эффект все эти кэши и инструкции да, и вводят как вводятся. Я думаю, да. А если я запишу дебаггер, они будут такие прикольные ставить, значит, будет и просто он так же быстро если бы... Не, ну, подожди, у тебя инструкция, у тебя int3, это тоже, по-моему, 1-байтная инструкция. Ты можешь ее просто в начало любой инструкции воткнуть, а потом, когда ты там остановишься, обратно поменять и переисполнить. ничего не будет. Никаких этих не будет. Это же... Конечно. Абсолютно. Эта штука вставляется, когда ты пишешь там B, там, я не знаю, к мейн. Вот тогда да. Вот она вставится сначала мейн. Вот. Соответственно, вызовется. Что тут еще интересно? Интересно, вот такая штука Double Fold называется. Сделана специально для операционных систем. Это когда у вас случился Patch Fold, ну, страничка не нашлась в памяти, да, она там где-то в свопе. Вот. Кернел начал его доставать и у него опять случился в Patch Fold. Вот это так называемый Double Fold. Вот. Есть еще Triple Fold. Если, как говоришь, во время обработки Double Fold у вас случился Patch Fold, вот тогда все, процессор просто в Reset уходит и все. Ну, возможно. Честно говоря, не знаю. Я вам все представить Triple Fold типа, если там ну как уж в Page Fold нет, смотри, у тебя Patch Fold, да, то есть тебе надо найти страницу, где-то она там в свопе лежит. Вот. Ты во время того, как ее ищешь, может быть, какую-то структуру решил лоцировать, у тебя вдруг как бы случился Patch Fold опять. Не знаю, короче, как Triple Fold получить. Короче, суть в том, что если ты во время того обработки Double Fold выхватил еще один Patch Fold, процессор просто включили-выключили. Бабушка пришла, свет выключила, включила вот так вот. Что тут еще интересного есть? Ну, про Patch Fold я сказал. У них есть минимонические имена, кстати, у всех, вот, PF, например. Alignment check, это, видимо, это самое нарушение выравнивания. когда ты пытаешься загрузить 4 байта по адресу, который не делится на 4. Вот, но это возможно. Про виртуализацию ничего не скажу, не знаю. Ну, floating point exception это относится как к ССЕ. Нет, смотри, ты можешь молокнуть, берешь черт-звездочку, молокло шло, потом говоришь int C равно что там? Ой, ну да, I. I. Значит, C плюс 2 подожди, подожди, C плюс 2 I. Сейчас. 3 плюс 2. Ты выставляешь явно 1 бит. Ты сейчас 2% теперь немножко выставляешь? Нет, ну, да, конечно. Да, то есть мы оставляем, то есть вот эта штука делает нам адрес деленный на 4, он делится на 4, а это абсолютно точно не делится на 4. Вот, а потом пытаешься что-нибудь присвоить. вот это вызовет. 1-4 значит, что-то молоко использует массивный тонн. Че-че-че, еще раз? Если молоко вернем уже результат, то при можем остановить контузу, зачем это будет говорить? Ну, потому что он тебя молоко обычно выравнивает сам на 8. На 8? Ну, он выравнивает. Там очень хитрые в рейсике, это в липси там зашито. Если он выравнил на 8, я прибавлю на 2 без вот этих хитрых. Да, если не на 8. я могу просто, вот это просто гарантированно не выравнено на 4. Понимаешь, а что там вернет молоко хреново знает? Может, он вообще не выравнено вернет? Понимаешь? Вот это гарантированно не делится на 4. И, соответственно, при попытке туда записать, то как бы все плохо. Это было молоко 2C от C++? Не отличается. Это вообще лепсишная штука, она и используется весьма там. просто все припевали ну, то есть, обязательно много касс ставить. Теперь могут сделать. Ну, там надо поставить, ну, придирчиво. Так, что еще тут интересно вам? А, вот же triple fold. Кстати, птичка. Есть такой. Так, вот это прикольная инструкция. UD называется. Это когда у вас exception, господи, exception interrupt. Это когда у вас разбился бинарный код и инструкцию процессор не смог декодировать. То есть, такой инструкции в instruction сети нет. В этом случае тоже вызывается вот такое вот прерывание. В общем, можно про каждое. Откройте сайт, если интересно, VQUSD. И эти, каждая из этих штук, она кликабельная, и можно посмотреть, там прям все четко написано. А, да, еще вот, помимо exception, вот, не сказал мне тут этих, нету ноутсов презентера, помимо того, что у нас возникает номер прерывания, есть еще некая дополнительная информация, иногда бывает. Например, если у нас прерывание, которое, где pageful, не вижу, 14-й, вот он, да, если у нас pageful, то операционной системе очень важно знать, какой именно адрес полтанул, чтобы понять, откуда достать страницу. Вот. Соответственно, контроллер прерываний, помимо того, что вызвать прерывание с номером 14, кладет в регистр CR2, CR2, полт-адрес. это такой служебный регистр, всего их 4 штуки, CR0 до CR4. 4, они не общего назначения, их нельзя использовать в инструкциях, из них можно только читать, и иногда писать в некоторые биты CR0, или CR4, не помню. Так, программные прерывания, системный вызов рассказал, номер стены, а, ну да, когда мы вызываем int80, то в регистре ix или rax кодируется такой, собственно, системный вызов хотите сделать. Вот. Read это, write, что угодно. Что? Да. Вот еще важная штука. В Linux это не работает, не используется, а в Windows такая штука есть. Дело в том, что список системных вызовов для Linux один и тот же. То есть, какой процесс не запустишь, везде там, грубо говоря, значение ix равное там 13, 13 всегда означает один и тот же системный вызов. На Windows есть специальные типы процессов, для которых таблицы системных вызов немножко отличаются. Вот. Как у тебя, что на вход будет не совместить? Ну, у тебя там типа там не просто процессы, там вот такие процессы литерные, типа там User Land Driver, например, да? Вот у него там немножко специальные системные вызовы, понимаешь? Вот. Так, про это я рассказал, что, в общем-то, не всякие прерывания доступны пользователям. Пойдемте дальше. скажи, скажи, программу о сохранении на время контекста не рассказывал, да? Просто еще, она есть еще. В общем, у каждого процесса есть свой контекст. Под контекстом понимается состояние регистров и память. Вот. Если предположить, что память мы не меняем, а ядро линукса из соображения безопасности не имеет права даже читать User Land память, вот, то достаточно для того, чтобы сохранить. Чего? Если у тебя есть аргументы из слов могут через стек передаваться, то что ты можешь читать? Ну, так, наверное, да, через стек можно. Через стек. Ну, можно. У тебя аргументы если кмечки идти, то он через передаваться и можешь идти, то он через стек. Для прерываний тоже? Нет, для сисколы асисколы только прерывания. А, ты имеешь в виду вот эти вот шаридные штуки? Ну, это что-то новомодное, я не буду про это рассказывать. Я не знаю. Новомодное, обычно это твой 8, потому что номер сисколы передает аргументы сисколы передают как через регистр или через стаг. Исколы. Да, что йогутэль, Но это скорее исключение, чем правило. Вот. Вообще нет. Вообще ядро, ядро запрещено читать память процесса. Зачем я это говорил? А, ну да. Вот. Если предположить, что память ядро не меняет процесса, то для того, чтобы полностью сохранить состояние процесса, приложения, достаточно сохранить просто все регистры. Потому что больше ничего нету у программы. У нее есть ее регистры и ее память. Потому что регистры тоже можно как бы память назвать. Вот. Соответственно, что значит сохранить контекст? Это значит просто сдампить в какое-то место все регистры, сделать свои дела, ядро там, не знаю, страничку достать, там что-то выделить, подвинуть. Вот. И сделать так называемый контекст-свич. То есть переключиться обратно, да, взять, прочитать обратно все регистры и сказать, что вроде как ничего и не было. Что? А куда сохраняются все регистры? На stack process, да? На stack process, да? Да. Да, есть такая штука, current называется. А может это и глобальная перемена? Наверное, это глобальная перемена. Есть такая штука, current. Linux kernel. Она, по-моему, количество переменных совпадает с количеством процессоров в системе. Вот. Это текущий прерванный процесс. Вот. И туда именно все сохраняется. Вообще, у kernel есть свой stack, stack, на котором он работает. Еще раз напоминаю, что он не может писать в stack приложение. то есть он его видит, но писать туда не может. А может и не видит. возвращаем в значение в значение в значение. Ну ты же ему передаешь явно, куда писать. Ты ему поинтер обычно пишешь. Read. Что сюда передается? FD, pointer, и кентая, да? Ну что там, какой-нибудь интерфейс. Не знаю. Он же возвращает в значение с сайта он же не должен достать пушную. Он его в регистре возвращает? В ракусс. Так, эти поверты на Cisco уже доставят за регистр пушную. Да, да. Я о чем-то говорил. Не забыв. Да, current, вот. А, вот еще. Понятно, что Linux kernel это довольно сложная штука и там тоже как бы все не ограничивается одним вызовом. Постоянно, когда вы делаете Cisco, возникают цепочки вызов драйверу от драйвера и все такое. Соответственно, ему нужен свой стек. Поэтому у kernel есть свой стек и не один. Вот. Этот стек изначально, когда Linux сток появился, был 4 килобайта размера. Потом стал 8, а сегодня мне Вова сказал, что он уже 16. Вот. Соответственно, нет никакого смысла ничего никуда сохранять. Kernel никаким пользоваться, ну, юзерскими процессами пользоваться, нет смысла. У него свой стек довольно большой. Да, тут, соответственно, написано, как работает int. Соответственно, int это автоматически переходит в этот самый bring 0. По адресу interrupt handler сохраняется состояние регистрового файла, исполняется interrupt handler и после этого, в общем-то, клипается назад в контекст. В общем-то, это очень высокоуровневая штука. Соответственно, еще два слова про то, как работает таблица с прерыванием. Я буду говорить про... Смотрите, вектор, вот эта табличка с прерыванием в реальном режиме, она находится по строго определенному адресу, по адресу номер 0. Соответственно, там все просто. Берем, читаем первый адрес, второй, третий, четвертый, получаем handler. В защищенном режиме все сложнее. Там есть специально выделенный регистр. Называется E-D-T-R. E-D-T-R. Interrupt, Descriptor, Table, Register. Вот. Соответственно, эту самую таблицу можно закинуть вообще по любому линейному адресу, какой больше нравится. В общем-то, Linux так и делает. Главное, чтобы загрузить на адрес начала таблицы в этот регистр. Вот. Обычно эта таблица, необычно в Linux эта таблица устанавливается, заполняется и устанавливается во время загрузки ядра. Ну, очевидно, почему. Вот. Идем дальше. Да. Тут я уже большую часть проговорил. Это интерфейс системных вызовов. В общем-то, это чуть ли не единственная API кооперационная системка, которая доступна, в общем-то, пользоваться программистам. В Linux 350 системных вызовов. Вообще информация не очень актуальна. Возможно, что их стало больше. Количество растет. Вот. Примещательно, что в Windows больше тысячи системных вызовов. Гораздо больше. Вот. Ну и, соответственно, тут картинка, привлекающая внимание, как это дело работает. Понятно, что непосредственно из кода никто системный вызов никогда не делает. Вот. У нас есть специальная обертка, она называется липси, которая за нас делает системные вызовы. Если мы пишем принф, то обычно принф — это символ, который есть в библиотеке липси. Вот. Соответственно, мы записываем номер, мы записываем номер системного вызова, который хотим вызвать в регистр IAX, называется SysRite. Вот. Выполняем прерывание 0x80. Вот. Соответственно, 0x80 — это системный вызов. Эта информация лежит в нашей табличке. Вот. Достаем из массива SysCalls, это уже ядерный код, достаем хендлер функции и, соответственно, вызываем его. получаем. Так. Аналог от устройств. Я эту штуку уже нарисовал. На самом деле эта штука чрезвычайно упрощенная и ее можно датировать где-то там начало 90-х годов с появлением процессора, который называется Pentium. Это где-то там середина 90-х. А может быть и Pentium 4, наверное, Pentium 4. Где-то 2000-е. Вот. Появилась специальная другая штука. Это PIC. Это вообще примитивные примитивная вещь. У нее есть внутри регистр, который хранит номер прерывания и куча проводов, которые к нему припаяны. Вот. Что он делает? Когда к нему приходит прерывание, он сохраняет его номер в регистр свой внутренний и дергает ЦПУ процессор. Говорит, что вот у меня есть прерывание. Процессор читает номер прерывания и начинает его обрабатывать. Вот как это работает. Вот. Понятно, что с развитием вычислительной техники все это очень сильно устарело, потому что 8 прерываний или сколько-то 32 максимально разрешено. Это очень удобно, поэтому придумали другую штуку. Называется АПЕК. Advanced Program of Interactive Controller. Там все по-другому, все гораздо сложнее. Не буду на нем останавливаться. Что тут еще нужно сказать про прерывание? Вот. Что когда вы вызываете обработчик прерывания, все остальные прерывания выключаются. Вот. Это очень важная и очень важная вещь и большая проблема, потому что вы сами подумайте, то есть фактически у вас вся периферия у устройства, вся периферия у компьютера останавливается, когда вам приходит, грубо говоря, прерывание от таймера. Если вы там начнете копировать память, не дай бог, то вся машина будет просто стоять и ждать. Вообще вся, просто ни одно устройство не будет работать. Вот. Соответственно, с этим борются и как борются мы сегодня с вами тоже поговорим. Соответственно, вот как это дело выглядит с точки зрения ядра. С точки зрения ядра. Смотрите, я тут, в общем, не знаю, как это получится сделать. Я, значит, скачал сорцы ядра Linux. Где? Шикарно. Куда все делось? Сейчас. Вот, например, N3C. Так, сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот здесь примеры. Ну, понятно, что Linux работает для кучи разных процессоров. Я открыл для 32-битного x86. Вот. Аналогичные вещи есть для каждого процессора. ARM там все такое. 64-битный. Так, сейчас. Как его найти-то? Там, где-то есть нормальный сисковый 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 сисковый? Да я не про сисковый. Они же были открыты, куда-нибудь делись. Все уже открыл. И 386 kernel IRQC Вот она. Это самая главная функция, которая вызывается, как только к нам приходит прерывание. Вот. Соответственно, пик сообщает номер прерывания, которое пришло от устройства. Вот. У нас есть массив. Вот. Во всем массиве записано DOIRQ ATEN. Понятно, да? Вот. Соответственно, давайте посмотрим, что там происходит. Что такое? Interrupt Request. Да. Вот. Соответственно, вот она DOIRQ. Смотрите, у нее какие-то специальные эти штуки. Специальная какая-то спецификация FastCole. Это что-то там про регистры. Не сохраняет она, что ли, регистры на входе. Наоборот, не сохраняет себя. Вот. И вот, смотрите, к нам приходят регистры. Номер прерывания, как вы помните, кладется в IAX. Соответственно, мы достаем номер прерывания. Ну, вот эти штуки, они просто немыслимо устарели. Видите, это если у нас в ядре 4-х килобайтной стеки, да? То есть, современные машины этим не пользуются уже лет 10, наверное. То есть, вот это Void выключено, а RQ Enter маскирует все прерывания, насколько я помню. Это, соответственно, тоже все Void. А, нет, не Void, это проверка на то, что у нас стек ядерный не переполнился. Вот. тут мы пытаемся воспользоваться процессным стеком, если у нас своего мало. Но, опять же, это сейчас не используется. Вот, соответственно, мы вызываем DoerQ. Вот. Тут мы уже вычислили прерывания. DoerQ. сейчас. Где оно определено-то, блин. Сейчас. А, вот. А, нет. нет такого. Handler. Seva. Чего? Вот он, DoerQ. Это общая часть, она не связанная, она платформенно-независимая. Вот. Это самая главная функция, которая, собственно, непосредственно обработку делает. Да? Ответственность той была, в общем-то, она была процессорно-зависимой. Это уже независимая. Вот. Что она делает? Она вызывает так называемый HandlerQ Event. Это непосредственно Handler. Что тут стоит сказать из важного? Здесь вызывается цепочка, да? То есть у нас в дескрипторе, вот он, видите, мы берем ARQ-дескриптор, который, суть, глобальная переменная, прибавляем к нему номер прерывания и получаем дескриптор прерывания, в котором у нас сидит action, который нужно вызвать. И его, собственно, вызываем. Вот как работают обработчики прерываний. Ну, соответственно, тут мы его выключаем, говорим, что мы это прерывание обработали. Что тут важно сказать? Unlikely action, это все фигня, это если нам прерывания пришли во время прерывания. Да, в общем-то, и все. Так, пойдемте дальше. Вот, видите, то есть у нас на одном прерывании может висеть несколько разных обработчиков. Например, мы можем на таймер повесить несколько обработчиков. Мы хотим ловить таймер каждую минуту, каждые 10 минут, каждые 20 минут. У вас будет несколько обработчиков, может быть. А, ну да, вот у меня тут все и написано. Так. Важно, что важно. Вызывается IRQ exit в IRQ. Вот этого я не показал, да? IRQC, что ли? IRQC. Вот он, IRQ exit. Эта штука включает обратное прерывание и, среди прочего, она проверяет, есть ли у нас ожидающие софта IRQ, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Вот. И, соответственно, в самом конце, если мы там все это дело исполнили, вызывается RedFrom IRQ. Она восстанавливает то, что мы там сохранили перед обработчиком, прерывания, восстанавливает контекст процесса, если мы прервали процесс. Это может быть kernel, соответственно, мы восстанавливаем kernel, который тоже прервали и так далее. Вот. Это делается RedFrom IRQ. Она живет вот здесь, в N3C, в N3S. Это в форме независимая штука. Вот она. Red from inter. Вот. RedFrom interrupt. Соответственно, тут устанавливается контекст, который мы прервали. либо ядерный, либо процессный. Дальше пошли. Так. Это я уже сказал. В отличие от исключения, которое деление на ноль, прерывание, штука асинхронная, никак не связана с процессом. То есть, то, что у нас прерывание исполняется поверх контекста какого-то процесса, ядерного или неядерного, вообще никакого значения не имеет. это случайность. Вот. Что это означает в практическом плане? В практическом плане это означает, что помимо того, что у нас внутри обработчика прерывания выключены все остальные прерывания, так помимо этого у нас еще нет возможности спать. мы не можем никак планировать обработчики прерываний. Соответственно, мы не можем запустить мемкопию, например, мы вообще ничего не можем сделать. Потому что практически любые такие штуки вызывают слип или ют в ядре. Это запрещено делать непосредственно в обработчике прерывания. Соответственно, что как обычно выглядит обработка прерывания на Linux. Она состоит из двух основных частей. Top Half и Bottom Half. Top Half это самая горячая штука. Это когда мы только получили прерывания. Наша основная задача сказать обработчику прерывания, что все, мы информацию все получили, мы узнали номер, мы узнали по какой причине и готовы его обрабатывать. Можешь принимать прерывания дальше. В этом суть. А все остальное, работу, которую нам нужно невозвестное сделать, для того, чтобы обработать прерывания, мы откладываем куда-то. Так называемый Bottom Half. В данный момент существует три вида откладывания этой работы. Software Queue, Tosquelet и Work Queue. Сейчас мы каждое из них рассмотрим отдельно. самое важное. Что делает Top Half? Он гасит прерывания, говорит о том, что инфа уже получена, и ставит в очередь так называемый обработчик. В какую именно очередь, сейчас посмотрим. самая популярная штука, не популярная, самая общая, называется Software Queue. Это один из механизмов так называемых отложенных работ по обработке прерывания. Ну, не только, кстати, прерывания. Самые такие, относящиеся к прерываниям вещи, это Software Queue и Tosquelet. Tosquelet построен поверх Software Queue. Основное преимущество их в том, что и все три штуки выполняются в режиме включенных прерываний. А Work Queue еще и контекстом обладает. То есть, Work Queue можно скедлить, внутри него можно спать. Сейчас мы немножко подробнее на них остановимся. Соответственно, что такое Software Queue? Software Queue это несколько типов, то есть, все прерывания, все работы, которые можно отложить с помощью Software Queue делятся на несколько типов. Типов, по-моему, шесть, а на следующем слайде они приведены. Вот. Они определяются статически, когда вы собираете ядро. Соответственно, их очень мало. Вот. Отдельно выделены специальные совсем штуки, которые очень важны для перформанса в Linux. Это SkyeDriver, сетевая подсистема и таймер. Вот. Чтобы вызвать обработчик, чтобы вызвать соответствующий тип обработчика, нужно просто... Ну, там для каждого процессора в SMP-системе существует своя битовая маска. Если я сказал шесть, то значит шести полей. Когда вы обрабатываете прерывание и хотите, чтобы у вас включился Software Queue для Skye, вы устанавливаете соответствующий бит и при следующем удобном случае обработчик вызовется. Вот, собственно, и все. весь механизм. Здесь переведены основные типы. Заметьте, что тут первым нулевым и пятым номером приведены вот эти самые тосклеты, о которых мы еще поговорим. То есть это точки входа для того, чтобы выполнять тосклеты. Вот. Соответственно, самый важный таймер передачи, получение по сети из Кази. в общем-то и все. Симпл. Скази – это такой интерфейс взаимодействия с устройствами хранения Скази. И это интерфейс Да, то есть Small Computer System интерфейс. Вот. Короче, сейчас оно используется для того, чтобы общаться с хранилищами данных, с дисками. Вот. Соответственно, что такое, как вообще вызывается Software Q? Software Q вызывается по принципу, ну, по принципу близкому к тому, как вызываются процессы, то есть практически в любой удобный момент. Как только у ядра появляется свободная минутка, да, он думает о том, чтобы переключиться, он проверяет, есть ли у нас ждущие битики в Software Q. Если есть, пытается его исполнить. Это первое. Второе, самое важное, где он чаще всего вызывается. Он вызывается после выхода из прерывания. Когда вы обработали doRQ в функции RQ exit, могу показать, куда все потерялось? я не знаю, у меня все были открыты все входки, а теперь они подделись. RQ и exit где-то определено как-то отчет, где-то герой, так сказать. Что это будет? Как и Первое, что... пишет как бы, до... Тернул сотки, сотки и куточки сидят. Можешь порантировать? Не стало. 402 я сказал. Ну там где-то там, где-то там, где-то там. Вот, на 4388, вот на 4388. Это у меня, наверное, устарело. У меня старое. Вот же он, RQ-Exit. Я что-то не так на убирал. Вот, смотрите. Эта функция вызывается, когда мы закончили обработку прерываний. Он смотрит, если мы не в прерывании в данный момент, если у нас они не вложены друг в дружку. Вот, и если у нас есть LocalSoftwareCubePending, это значит, что бит установлен какой-то в этой масочке. А, ну вот в чем проблема, старая-престарая. Да какая разница-то, господи, все одинаково. Вот. И, соответственно, вызываем SoftwareCube. Это штука, которая проходит по очереди, по всем этим шести типам, и смотрит, есть ли там, в общем-то, ждущие обработки работы. Да, и выполняет их. Вот, в общем-то, и все. Ну, это уже, в общем-то, вызов Scheduler. Вот эта хрень следующая. То есть у нее приоритет гораздо выше. Так. Какие с этим могут быть связаны проблемы? Что делать, если у нас во время обработки SoftwareCube пришло еще одно прерывание. Можно забить и не обрабатывать, поставить его в очередь. Что это будет? Ну, или дропнуть просто, да, потому что мы не можем их отрабатывать. Это будет означать, что у нас будут большие задержки. То есть железо может не успевать начать тупить, там, тайм-аут какие-то порезать и прочее. Это тоже не круто. Второе. Можно взять и разрешить обрабатывать, получать прерывания во время обработки SoftwareCube. Это была очень серьезная проблема в 90-е годы, когда сетевая подсистема в Linux, вот она от этого очень сильно страдала, что было разрешено обрабатывать прерывания, в частности, от сети, внутри SoftwareCube. Вот. Была написана какая-то статья даже на эту тему, как с ними бороться. Ну, вообще, это называется LiveLock. То есть, когда у нас может быть Starvation, я не знаю, как перевести, голодание, да, когда у нас может быть голодание с точки зрения приложения, да, то есть ядро уходит в себя, начинает обрабатывать IRQ постоянно, и софт IRQ опять вызывает обработчики IRQ, до приложения в очереди так не доходит, потому что я только что показал в исходниках, так что Scheduler вызывается уже после того, как мы обработали софт IRQ. Соответственно, софт IRQ может сам себя начать вызывать, и до приложения просто очередь не дойдет очень долго. Вот. Это называется LiveLock. Что тут еще нужно показать? Нужно показать, что из себя вообще представляет стандартный софт IRQ. Так, вот тут я слабо записал. Нет CoreDF7. Что там нет RxAction. Вот. Это такая типичная софт IRQ штука. Что она делает? Да, в общем-то, ничего она не делает. Она достает из очереди... достает из очереди очередной пакет и кладет его в очередь устройства. Вот и все. Здесь она не пустая. Ну, тут какой-то polling еще, но это не суть. Вот. Это софт IRQ. Заметьте, что ничего такого не передается между обработчиком прерывания и, собственно, софт IRQ. Все тут основано на вот этих вот polling и очередях. Так. Вот. Соответственно, как... Как придумали бороться с этими софт IRQ, с этими leap lock'ами? Завели специальные кернальные процессы. Что такое кернальные процессы? Что такое кернальные тренд-то не рассказывал? Короче, есть такие специальные процессы, которые живут прямо внутри ядра. Вот. Они существуют вообще на любой машине. Вот. Соответственно, какая была основная цель у разработчиков? Основная цель была сделать так, чтобы вот эти вот работы, которые выполняются внутри софта IRQ, можно было скедулить. Чтобы их можно было yield, там, слипать и прочее. Вот, собственно, это и сделали. Завели, ну, не знаю, четыре, по-моему, четыре кернальных треда с какой-то хитроумной очередью. И можно перекладывать исполнение вот этих работ из софта IRQ в эти очереди. Вот. Соответственно, изменилась логика работы. Мы за один вызов в софта IRQ обрабатываем первые N запросов. Все остальное мы укладываем в очередь, вот, которую видит планировщик. Соответственно, у нас вот это голодание юзерских процессов убирается. Можно легко это заметить. Смотрите, как. Берем ps-elf, grep, какого-то там, soft IRQ, да? Вот они, пожалуйста. На каждое ядрышко по процессу ядерного. У меня всего в системе два, по-моему, процесса, да. Вот. Соответственно, на каждое ядро по софту IRQ. Что такое tasklet? Tasklet, чем неудобство soft IRQ? Неудобство в том, что, чтобы добавить новый тип IRQ, нужно убедить Linus Torvalds это сделать. Всего их шесть штук. Вот. Он вас, скорее всего, пошлет. Если достойт вас ответом, то он скажет нет. Вот. Вот. Поэтому придумали такую надстройку над soft IRQ, которая называется tasklet. Вот. В той табличке, в той табличке, в той списочке, которая только что была приведена в две штуки. Есть высокоприоритетный и низкоприоритетный. Вот. Преимущество в том, что можно легко, собственно, добавлять новые типы в эти tasklet. Ты просто набиваете экшен и все. Вот. Соответственно, проблема та же самая, что с софт IRQ их трудно планировать. Вот. Смотрите, сейчас покажу. Сейчас покажу. Драйвер с чайки. Смотрите, тут есть такая штука, называется KBDPH. Это tasklet от клавиатуры. Что он делает? Он рефрешит лампочки, которые на клавиатуре включены. Лампочки всего три в линуксе. Scroll, num и caps. Вот. Это отложенная работа. Еще совершенно обобщенная, работает вообще везде. Вот. Включается тоже просто достаточно. То есть, вот он объявляется, этот tasklet. Сейчас. Declare tasklet disabled. Почему они эти лампочки на клавиатуре включены? Ну, это линукс отвечает за это. Горят они и горят. Они же не флипаются. Ты кнопку нажал, а они в клавиатуре не сохранились. Просто пришел сигнал. Нажали кнопку caps. Понимаешь? Оно состояние не сохраняется в клавиатуре. Наверное, по историческим причинам. Понимаешь? Вот. Соответственно, тебе надо периодически эти самые лампочки, сжигатели гасить. Вот. Connect. Вот. Кейборд и нит, да? Вот, смотрите, видите? Тасклет и на его. Включить этот самый tasklet. Это tasklet schedule. Соответственно, он будет периодически его дергать, и эти лампочки перемегаются будут при нажатии. Так. Пойдемте дальше. Work Queue. Софтер Qt tasklet, который на нем построен, это, конечно, очень здорово, но там нету полного этого самого контекста. А хотелось бы иметь прямо настоящий контекст, чтобы это было, чтобы был прямо как настоящий процесс. Поэтому придумали третью абстракцию. Она называется Work Queue. Вот. На самом деле это целая пачка процессов. Их может быть много. Не один на одно ядро, а гораздо больше. Вот. Вот. И есть специальный процесс, который, в общем-то, раскладывает по этим ядрам работы, которые скедулятся в Work Queue. Вот. Смотрите. Вот у них сколько на системе. Куча. KeyWorker называется. Эти штуки обрабатывают Work Queue. Так. Drivers. Message. E2O. Interface to. Что-то там. Вот. Видите. Он создает. Эта штука предназначена для диспетчеризации всяких запросов. Видите. Driver Dispatch. который раскладывает сообщения от этого контроллера. Это контроллер, который какие-то совсем эти самые простенькие штучки, штучками управляет. Вот. Видите. Он делает KeyWork. Типа, положить в очередь новую работу. Вот. А работа имеет такой вид. Типа, Notify Controller. Ремоффол и прочее, и прочее, и прочее. Device Saddle. Это вот виды работы. У драйвера я не буду останавливаться. Так. Так, это первая часть, которую я более-менее понимаю. Теперь вторая часть, которую я понимаю гораздо меньше. Сигналы в Linux. Вот. Так. Ну, во-первых, определение, которое я списал из книжки. Что такое сигнал? Сигнал – это сообщение, которое уведомляет процесс о том, что произошло некое событие. Вот. Обычно это сообщение несет в себе очень мало информации. То есть, вообще, оно говорит только о том, что произошло это самое событие. Вот. Вот. И все. Как бы, да. То есть, оно говорит только о том, что произошло событие. Никакого больше пилота на все не несет. Вот. Они в каком-то виде родственное прерывание, но только родственное. Совершенно не одно и то же. Абсолютно. Вот. А доставкой и диспетчеризацией этой штуки занимается непосредственно ядро. Вот. Я не знаю, Влад, ты показывал? Таск. Таск. Нет. Таскстракт показывал. Труктуру. 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 нет-нет кривые ручки так значит смотрим смотрите тут есть сиг видишь уже улучшили конец и чё кто-то закомитил тут комит и написал гите с вопросиками то кто это соответственно вот в структуре task task track есть специальные поля которые отвечают за то чтобы обрабатывать или игнорировать сигналы вот соответственно 1 2 3 блок не значит такой очень несколько полей список сигналов которые ждут доставки то есть они отправлены еще не получены сигналы которые замаскированы которые мы не хотим получать не все сигналы можно замаскировать сейчас там дальше будет пример вот ну и структура которая соответственно обрабатывать для сигналов и для хендеров так сигналов у нас сколько 30 по-моему да мало короче да вот тут приведено несколько примеров что такое сигнт знаете наверно знаете этот сигнал который получает приложение когда вы нажимаете control c вот у нас же interrupt на старых клавиатурах прямо клавиши было интераптами вот секил это когда вы пишете kill минус 9 вообще интерфейс работы с сигналами из баша в основном сводится к команде kill она получает на вход номер сигнала которую хотите отправить и пит процесса которому хотите отправить вот эта штука обернута кучей других полезных тулов например ки вол который позволяет отправить по править сигнал по имени процесса можно отправить сигнал просто за группы рассказывал что такое короче можно отправить сигнал ни одного процесса сразу группе процесса вот это же позволяет сделать то же ядро чего еще ты сексерф у нас есть да когда мы на 0 когда мы там ноль де референсим чают секчают это когда у нас дочерний процесс вышел приходится такой сигнал короче кучи у каждого сигнала есть дефолт action по моему там у меня не расписаны господи нет не расписаны в общем экшен какие терминой это первое прибить приложение да то есть как только мы получаем сигнт по умолчанию это означает прибить текущее приложение вот есть сигл например нет секет есть сигл это и легал инструкция которая приходит когда у нас сигнал такой когда прорывание такого вида когда инструкцию нельзя декодировать приходит сигнал сигл вот там не только terminate но еще terminate and dump то есть он пытается сделать дамп процесс который который исполнялся момент есть еще ignore вообще игнорировать и по-моему catch что ли она называется это когда мы заводим специальную функцию который вызывается при получении сигнала вот это короче самое важное причем у нас говорить здесь приведем список сигналов вот некоторых сигналов как вы видите несколько значений но все равно несут один и тот же сигнал ну как вы видите сколько сигналов десяток если не меньше вот соответственно это мнемоническое название сигнала его значение его можно передать команде кило пишите кило минус девять например и в общем-то пид и отправлять сигнал процессу вот что тут еще ну соответственно дефолтовое действие которое нужно сделать что указать сигнал получен если вы ничего не делаете да то при получении сети у вас все прибьется ну соответственно описание так соответственно как это ядро отправляет сигнал процессу я уже затронул да у нас есть у процесса есть специальная структура task struct называется там есть очередь вот там есть информация о том те какие сигналы мы получать хотим какие сигналы получать не хотим вот и соответственно вызовы ответственным ответственность за вызовы сигнала лежит полностью на ядре когда мы выходим из режима ядра перед тем как передать управление включить обратно контекст ядро проверяет если у нас сигналы которые ожидают обработки если так и есть то вызывается обработчик а кстати из-за этого есть специальный системный вызов не системный вызов специальная специальная функция которая позволяет восстановить контекст процесса после того как вы обработали сигнал называется секретерн так вот есть все таки этот слайд получение сигнала соответственно как я уже сказал у нас фактически три основных варианта развития событий когда мы получаем сигнал проигнорировать выйти и обработать этот самый пока сигнал находится в состоянии он отправлен но еще не получен он находится в состоянии пендинг вот что тут нужно сказать что сигнал одного типа не выстраивается в очередь то есть если вы отправили сигнал сик чаю и начали его обрабатывать то следующий сигналчик сик чаю потеряется не придет вот что еще они все дали ну то есть основной посыл в том что у вас нет гарантии того что сигнал вообще дойдет то есть есть вероятность что вы сигнал отправить но он не будет получен может просто дропнуться ядром никуда не это сам не доставится есть вариант возможность заблокировать сигнал но как мы увидим из дальнейших примерах это не всегда возможно не для всех сигналов так да соответственно почему дропаются сигналы потому что пендинг это битсет да то есть как только мы начали что-то обрабатывать у нас один единственный сигнал находится в состоянии но один данный сигнал находится в состоянии пендинг который вы обрабатываете да для него бит уже занят да соответственно сохранить некуда данные ну я и думаю что это не поэтому он дропается по каким-то другим причинам ну и соответственно я сейчас показывал что там еще отдельное поле блок да это множество сигналов которые мы маскируем которые мы не хотим получать информацию она называется функция которая задает маску сигмаск сигпрок маска извините давайте оставим остальные перечислил какой форме какие помню остальное смысле самая главная функция сиг экшен сиг экшен это функция которая позволяет поменять обработчик сигналы то есть она передает она на вход получает три аргумента номер сигнала новая новый обработчик и pointer куда положить старый обработчик который выпиливается вот так это то что я сейчас показывал в консоли выглядит в общем то картинки это не буду останавливаться это какие-то ядерные штуки которые очень небольшого а вот и собственный интерфейс про секретер рассказал про себе экшен рассказал а куда ты выйдешь ядро не доходе пишу рекорд как там рабочий день я пишу я вам секретер как это я открывал написал что ты пою вот он требует вас вообще не перегонизая рабочий сейчас все что не Да? Да Ну вот я когда писал что-то подсигналы Я себе тёрну не кину и не кину Вот конформирует, представь? Тебе представь? Не знаю, у меня вот конформирует Одно, одно слово Ну Да Какой старый? Какой старый у меня, свежий А, вот видите, раньше Once upon a time, Unix system plays signal trampoline Code into user stack Nowadays pages of users Да Мы использовали Ну мы использовали Later case Supplies location Service alter sig Ну да, короче не зовите его никогда Ну наверное они много его звать Не-не-не-не-не-не, какие-либо либо у тебя в юзерспейсе тоже работа чего ничего не сделать ну я могу я почитаю что там еще так что у нас еще есть это значит не используйте секретер сектами твой это подождать сигнала с таймером секса спинта тоже не помню что такое сексуэнт уэйфа сигнал это то же самое только без тайм аута он еще маскирует да короче она выключает на фикси по маске все вы все сигналы и и ждет пока придет сигнал который маски вот ну секторами твитер сказал так что если заблокировать сигнал сексек классический сексек как чуи во первых что он делает где не вижу вот дам кори индексит вот сексек это сегменты шин фолк ошибка сегментации типичный пример запись нулевой указатель вот соответственно а что если мы возьмем и заблокируем сигнал который приходит когда когда у нас дереференс нулевого указателя что будет классический вопрос собеседования давайте посмотрим что будет сексек 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 смотрите у меня есть короче файлик здесь функция блок сигнал я откуда-то скопировал вот видите вот вызов сегпрок маска я же только что сказал тебе интересует интерфейс давай смотри она блокирует сигнал свет маска вот видите блок сигнал мы хотим заблокировать сигнал свет вот вот соответственно блокируем сигнал сиг сексек сексек сейчас посмотрим манипулируем по всему секс что там эдда да 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 он вот короче мы создаем этот самый сет а тут мы его заполняем этот самый сет то есть нас свет состоит из одного единства сигнала сексек да потом говорим типа блок вот он да потом этому сету говорим блок типа блокируем сексек и дереференсин 0 ну 1 да что будет смотрите что будет будет все то же самое вот так как неожиданный поворот да он сейчас блок сигнал заблокировал как бы до после вот соответственно основная идея в том что да то чтобы не совсем нельзя потому что это работает во метод исполнения сигналом он форсится обратно смотрите сейчас покажу вот форс сиг инфа называется смотрите тут прям так и написано если сигнал про игноре включить его в дефолт будет все будет работать и что ты там хочешь сделать как то проигнорируешь у тебя сигнал перезапустится на той же инструкции да зараза бессердечный очень важный вопрос можно сказать важнейший что будет если сигнал придет во время системного вызова вот во первых это зависит от системного вызова смотрите в линуксе есть ман 7 секретный вот и он просто огромный соответственно тут написано что будет если сигнал придет во время исполнения каких-то конкретных системных вызовов сейчас я покажу например например вот например read write и так далее вот то есть в общем случае вам должен прийти системный вызов должен завершиться завершиться с ошибкой ошибка вот он называется е-интер типа бы нас прервали вот то есть сигналы вызов системного вызова вызов господи системный вызов не блокирует сигналы да то есть сигналы продолжают приходить вы запустили read который читает час диска вот в это время вы можете поймать control c без проблем соответственно есть специальный флажок когда вы делаете сигэкшен вы хотите установить новый хендлер вы говорите вы можете сказать операционной системе что вы хотите делать если вы прервали системный вызов и среди прочего там есть флажок к сари старт это означает перезапустить перезапустить системный вызов работает не везде например если у вас есть wait wait на переменную ладно давайте совсем что не тривиальное возьмем можно взять не 7 вы кто там слип возьмем слип да слип он спит какое-то количество секунд допустим во время того как вы запустили слип пришел сигнал что будет вам слип вернет количество секунд которые он не доспал вот и ну и соответственно с ошибкой 4 считаться ошибкой то есть как то вернет 0 если он весь все читать если не считает то вернет количество секунд которые ему еще нужно поспать дальше можно ли заблокировать сигэнд что делать секунд это секунд это сигнал который приходит когда мы нажимаем control c это interrupt у меня здесь есть соответственно примерчик смотрим на него вот он да пример тривиальный запускаем бесконечный цикл сигнал это себя синоним сигнала себе action на секунд ставим хендлер до кричат и что-то в консоль вызов сигнала сбрасывает текущий обработчик это важно да то есть если я вот этой строчки не будет то 2 1 сибирь получится когда у меня сибирь начал выполняться успеешь позвать ну пойма ты поймаешь этот самый себе но сегодня не обрабатывается стикброк маска сделать нет я не знаю я не буду врать я не знаю так запускаем секунд ты можешь пока погуглить запускаем соответственно нашу при наше приложение ну и пытаемся его тормознуть конструкция получаем соответственно как вот теперь убить можно притормозить сделать мотив вот да вот у меня еще есть пример на секс лип сейчас открываем примерчик он совсем простой идея в том чтобы посмотреть сколько а вот делаем и терн вот совсем круто вот так не надо ничего никаких этих выпасть слип 10 вот так вот давайте посмотрим что нам вернется секс лип нет нет не только консоль в этом сколько не досчитал от 10 секунд пруф типа давайте подожди немножко побольше два три четыре пять вот во первых нам это самое говорит что сигнал обработан во вторых сколько он не досчитал вот ну чего ты нашел а может там какой-то ресет правда есть не я не знаю нет слабо такого нет такого флага а вот смотри но у дефир есть да ну привет сигнал кроме инкре си помнишь 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 из флаг изменив у онлево нестаблишни символ хендер вот сану дефир надо не включать видишь дунут привет сигнал он бейнрисит провязан и слон сигнал хендер я думаю наоборот это новомодная хрень упрощенная не за контрол саши вот у нас сегмент пример только что был так ну чё у меня все про сигналы соответственно про лекцию вопросов я так понимаю все уже заданы что там для чего есть вот первое это не 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 а когда до 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 приходит сигнал ты нажал control c ядру нужно чтобы процессор получил термсигнал до сдох у него детенок как бы до процесс процесс должен получить сигнал что сдох детенок там проигнорирует заблокирует это как бы неважно но прямо должно случиться это но если еще раз напоминаю что если сдохло 5 детенков то как бы сигнал придется только один одновременно поэтому сигнал это такая штука очень нежная очень аккуратно обращаться да он один же в ядре task strategy и тот самый какой-то какой-то а сибирь чем-то можно а task strategy точно так еще вопросы комментарии ну все тогда мы закончили